Памятник архитектуры федерального значения Города признан объектом культурного наследия Ансамбль составляют Спаская башня и Церковь Рождества Христова 1717 года постройки Кстати, наш Кремль единственный оставшийся на территории Самарской области Следующий объект культурного наследия, который можно увидеть в Сызрани Дом купца Чернухина, в котором сейчас размещается выставочный зал Это просторное деревянное здание было построено в 1910 году в стиле модерн И до революции принадлежало городскому голове Мартиниану Васильевичу Чернухину И действительно, оно заметно выделяется на фоне других городских построек Еще один выделяющийся дом – особняк купца Стерляткина, в котором сейчас размещается ЗАГС Купец явно не бедствовал и вложил в свой дом немалые средства Строительство шло целых 6 лет и закончилось в 1914 году Были применены самые современные материалы – облицовочный кирпич, цветная плитка Это здание также охраняется государством Может показаться странным, но это старое здание военкомата на Ульяновской улице Тоже находится под охраной Хотя памятником архитектуры оно не является, это не мешает ему быть объектом культурного наследия Принадлежал этот дом Алексею Ивановичу Яромасову, сыну купца Мукамола Увлекшемуся в конце 19 века революционными марксистскими идеями Летом 1900 года в доме Яромасова останавливался и несколько дней жил Владимир Ильич Ульянов, Ленин Он тогда только что вернулся из сибирской ссылки и восстанавливал связи с местными социал-демократами Постановлением Совета министров РСФСР номер 624 от 4 декабря 1974 года дом Яромасова включен в список объектов культурного наследия и принят на государственную охрану Помимо того, что Алексей Иванович дал на несколько дней приют вождю мирового пролетариата, он сделал еще немало полезного для Сызрани Несколько раз Яромасов избирал согласно в городскую думу И именно по его инициативе на центральной улице Сызрани было запрещено строительство деревянных домов, чтобы не допустить повторения страшного пожара и сохранить облик города Но отреставрировать и сохранить дом Яромасова – задача государства Не зря же его включили в федеральный список объектов культурного наследия Ровно через неделю мы продолжим знакомиться с интересными местами Сызрани, не пропустите!